Коллеги, тогда предлагаю начинать. Для начала представлюсь. Меня зовут Кожевников Роман. Я занимаюсь оборудованием и брендом Gigaset, компания Epimatico. И сегодня мы собрались здесь и пригласили нашего коллегу, нашего любимого вендора, компания Gigaset, в лице Евгения Минаева, технического директора, чтобы рассказать про лицензирование депт-систем мультисоты N670, N870. Тема будет очень такая обширная, интересная, витиеватая. И, надеемся, вам будет интересно, будет много вопросов, и мы сможем на них эффективно ответить. Передаю слово Евгению. Коллеги, день добрый. Смотрите, значит, тема, не сказать, чтобы обширная, но в связи с тем, что возникает много вопросов, как, собственно, функционирует система лицензирования, тема актуальная и требующая все-таки проведения вебинара и объяснений, что каждая лицензия из себя представляет, зачем нужна. Но, в принципе, тема, она, ну, условно, на 15 слайдов. То есть мы в течение получаса, я думаю, справимся с этой презентацией. Если у вас будут возникать вопросы, вы их, пожалуйста, себе отметьте на бумажке, задайте в конце презентации. То бишь я не буду обращать внимание на чат в течение проведения самой презентации. Итак, приступаем. Значит, первое, с чего начинаем, это, собственно говоря, картинка, как выглядит сейчас масштабирование нашей мультисотовой системы от базового продукта, который представлен в настоящее время продуктом N670 IP, через лицензирование, расширяемое до функционала N870, и дальнейшее расширение через использование интеграторов, в частности, виртуального интегратора на данной картинке, до максимально возможной емкости в 6 тысяч базовых станций до 20 тысяч трубок. Также справа видите трубки, которые присутствуют на данный момент, плюс C530H в портфолио компании Gigaset, и те трубки, которые мы ожидаем к началу 2022 года. Сразу забегу несколько вперед, так как эта тема тоже касается лицензирования. Для использования трубок, которые появятся в начале 2022 года, появятся также дополнительные лицензии на использование функционал IML, то есть Alarm, Messaging и Location. Как все это будет выглядеть, я вам пока не скажу, потому как не знаю. Трубок я еще вживую не видел, соответственно, лицензии я тоже не видел, и софт пока еще пишется для того, чтобы эти трубки нормально функционировали. Я полагаю, как трубки появятся, так просто данная презентация несколько подрастет, и тема лицензирования будет пошире, и будет включать еще лицензирование дополнительных каких-то функционалов трубок. Первая и базовая – это модель N670 IP. Для тех, кто имеет уже большой бизнес, требующий сразу функционала полноценной мультисоты, в частности, я видел представителя компании Ozone в списке участников, наверное, это будет неинтересно, но может быть и интересно, скажем так. Поэтому послушайте, мало ли появятся какие-нибудь небольшие склады или необходимость в точках выдачи что-то реализовывать. Особенность в чем данного решения? Данное N670 IP-шное оборудование выделяется у нас из сегмента дорогостоящих устройств для организации DECT-системы, и, по сути, по деньгам доступно для широкого спектра пользователей, в частности, стартапы какие-то, малый бизнес, аптеки, поликлиники мелкие, прочее, прочее. 11 тысяч рублей за базовую станцию, расширяемую для полноценной микросоты, плюс уже трубка в комплекте, плюс базы, блоки питания для питания, всего этого, это, ну, практически, считайте, даром. Функциональность, я думаю, вам уже знакома. 20 трубок, 20 учетных записей, 8 параллельных вызовов. Особо останавливаться на этом смысла нет, поэтому двигаемся дальше. Рассказываю о том, что без лицензий, это же N670, то есть не нужно никакое использование лицензий. Единственное, что нужно, и это важный момент, запомните просто, ну, и передайте вашим партнерам, так как мы сделали большой ввоз данного оборудования с версией софта, если не ошибаюсь, 2.36, то есть то, что сейчас торгуется на российском рынке, это версия софта 2.36 по умолчанию, для того, чтобы получить функциональность микро-мультисотовой сети, то есть доступность трех базовых станций объединять в единую сеть, первое, что нужно сделать, это все три базовых блока обновить до последнего софта. Последний софт нынче 2.38, соответственно, начиная с... ой, 2.39, пардон, начиная с 2.38, функционал объединения N670 в комплекты по три без лицензии будет доступным. При этом, не забывайте, объединение в комплект по три не расширяет возможности по одновременным вызовам и по поддержке трубок. Трубки, как были, 20 единиц, и 8 параллельных вызовов в общем на сеть на модуль, и в общем на сеть 8 параллельных вызовов, так они и остаются. Единственное, что изменяется, это возможность покрытия, то есть покрытие не одной сотой, а тремя сотами. Для чего это нужно? Конечно, компания сначала купила один модуль, живет в одном помещении, потом выкупила соседний этаж, подвал, хочет покрыть связью еще стоянку перед своим офисом, соответственно, докупает два модуля, объединяет, лицензий никаких не требуется, дешево, сердито, все работает. Когда в следующий этап у нас появляется необходимость роста еще дальше, то есть под квадратиком правым внизу, то есть требуется больше трех базовых станций, чтобы обеспечить функциональность телефонии, требуется больше 20 дек трубок или больше 8 одновременных вызов на систему, и при этом ограничиваясь до 60 базовых станций, до 250 трубок и 60 одновременных вызовов, то всем элементам, всем напоминаю, то есть если было три, то всем трем элементам N670 необходимо установить лицензию 2714x3, то есть увеличение функционала N670 до полноценного N870, плюс дополнительная докупка модуля N870. По цене это должно быть в идеальном мире, как получится не совсем понятно, потому что N670 продаются за рубли, N870 за евро, в пересчете на рубли, конечно же. Поэтому N670 плюс стоимость лицензии в идеальном мире должна равняться N870. Соответственно, вы расширяетесь уже до необходимого количества. И, собственно говоря, по тем лицензиям, которые у нас доступны в настоящее время для расширения функциональности системы. Их на данный момент четыре, эти лицензии. Данная первая лицензия описывает как раз функциональность, ну, это еще раз по сути то, что я вам сказал по предыдущему слайду. То есть у вас идет расширение N670 до функционала N870, плюс добавляются модули N870, вам для этого нужно всего-навсего докупить вот эти вот три лицензии. Если не требуется при этом интеграция под аппаратным или виртуальным интегратором, то это все, собственно, больше ничего не требуется. Очень простая, на самом деле, задача. Обращение по тому, чтобы получить эти лицензии в стандартный формат. То есть через веб-интерфейс делаете выгрузку запроса на лицензию, получаете через вашего партнера эту лицензию обратно и заливаете через веб-интерфейс внутрь. Далее у вас появляется интегратор, будь то аппаратный или виртуальный. Ну, в данном случае я не нашел, как бы не придумал ничего лучше для обозначения интегратора виртуального в данном случае, чем вот этот вот смайлик в очках. Этот слайд о чем? Этот слайд о том, что у вас было, ну, условно, два каких-то разрозненных узла в разных городах страны, вы захотели их объединить под единым управлением. Так как у вас на данном слайде, обратите внимание, отсутствует увеличение N670 до фича-левела, до функционала N870, то есть эти два сегмента – это сегменты микро-мультисоты, то есть это сегменты по 20 трубок, каждый из них по 8 параллельных вызовов. Для того, чтобы иметь возможность объединять их под управлением виртуального или аппаратного интегратора, вам понадобится второй тип лицензии – 2714x2 под названием N670 – DECT Manager лицензия. То есть обратите внимание, и N670 в начале идет, означает, что это управление DECT менеджерами, разными кластерами, распределенными где-то по стороне, под единым началом в виде интегратора. При этом один из DECT менеджеров, один из N670 модулей, раньше я этого не сказал, но я надеюсь, это очевидно, выполняет роль совмещенную DECT менеджера и базовой станции. То есть он не убирает с себя функционал базовой станции, что означает, что покрытие идет не двумя сотами под управлением одним DECT менеджером, а тремя полноценными сотами, но с функционалом, ограниченным N670. В данном случае не требуется для базовых станций N670 никаких дополнительных лицензий. Единственная лицензия – это N670 DECT Manager лицензия. Плюс, конечно же, если у вас виртуальный интегратор, то лицензия на виртуальный интегратор. Небольшая легенда по тому, как я думал, как вам понятнее и интереснее эти картинки нарисовать. То есть те лицензии, те модули, о которых я говорю, они как бы подсвечены на текущем слайде, а те, в частности, вот эта лицензия на виртуальный интегратор, она там сереньким таким затенена. То есть она подразумевается, что она должна быть, но сейчас не о ней. Двигаемся дальше. Обратите внимание в названии сразу слайда. 2716x2. Сложно понять, сложно запомнить, но проще запомнить Multi-Cell DECT Manager лицензии. То есть не N670 DECT Manager, а Multi-Cell DECT Manager. Подразумевается, что это N870, полнофункциональный уже становится. Хоть он выглядит все так же, как N670, но уже полнофункциональный. У него есть определенная, опять же, особенность. Как только вы DECT Manager N670 переводите в состояние полного фича-левела, полного функционала N870, сразу же в этом кластере все базовые станции, которые вы используете, также должны быть переведены этой лицензией. Сереньким, обратите внимание, подсвечены все 670 на данном слайде. Все базовые станции также должны быть увеличены лицензией до полного функционала. При этом получается, что на DECT Manager N670 у вас требуется две лицензии. Первая – это увеличение до полного функционала N870, 2714X3 лицензия, плюс лицензия уже не на N670 DECT Manager, а на Multi-Cell DECT Manager. Понимаете? То есть так как у вас этот модуль становится уже N870, то и лицензия нужна на управление полноценным модулем. Этот момент может какие-то сложности встречать, но если это запомнить, я думаю, дальше сложности не будет. По умолчанию, наверное, это не совсем прозрачно, поэтому данный слайд должен все эти моменты сгладить. Итак, требования все то же самое. Софт 2.38 нужен. Вправо внизу текстом красненьким выделено. Каждый 670 требует лицензии, все DECT Manager требуют лицензии. Для тех, кто будет активно, плотно работать с GIGASET, если вам по специфике своей работы приходится это делать, просто эти слайды я рекомендую распечатать, повесить там у себя на доску рядом, как бы в течение 2-3 первых раз это запомнится, потом можно уничтожать смело. Что у нас получается по интеграторам? Этот слайд у нас нужен для того, чтобы закрепить материал, который у вас уже должен отложиться в голове было раньше, но в настоящий момент он нужен для чего? Так как у нас есть мини-мультисот N670 и полноценный мультисот N870, то запомните один момент. Возможности по управлению данными микро и обычными сотами на аппаратном и виртуальном интеграторе складываются. То есть если есть в дата-шите вы встречаете информацию, что виртуальный интегратор поддерживает 100 сайтов мультисот, 100 DECT Manager, вот эта вот позиция. Сейчас вы понимаете, получаете новую информацию, что виртуальный интегратор также поддерживает 300 сайтов мини-мультисот. Но означает это ровным счетом то, что не за счет чего бы то ни было, а именно что в сумме. То есть использование тех или других не влияет на возможности расширения. В частности, появилось у вас 100 сайтов мультисот, у вас остается еще возможность какие-то малые свои точки в количестве до 300 объединить под управлением виртуального интегратора. Что касается аппаратного интегратора, помните, наверное, 4 DECT Manager позволяет поддерживать 870, плюс дополнительно 20 DECT Manager на сингл соты. Но если пока немцы не дали мне другую информацию, эта информация остается именно такая, какая есть. Количество одновременных вызовов все равно 240, не плюсуется никуда. А в виртуальном интеграторе количество одновременных вызовов все равно 6000. Вот количество вызовов, оно идет за счет ограничения системы в сумме базовой, то есть сайты складываются, а количество вызовов остается такие, какие есть. Я этот момент стараюсь еще сейчас с немцами как-то утрясти. Если у меня будет обновленная информация по этому моменту, они скажут, нет, ребята, мы будем делать по-другому, ну, соответственно, я вам эту информацию чуть позже донесу. Пока это так. Далее, собственно, по тем типам лицензий, которые у нас присутствовали, практически все было сказано. Для закрепления материала просто берем некое ООО, было лайкин, и смотрим, как бы могла развиваться эта компания, какие дополнительные лицензии должны появиться для того, чтобы обеспечить их телефонии, ну и так далее, и так далее. Итак, была маленькая компания, необходимо было маленький офис осветить тремя базовыми станциями, у них планировалось установить 15 трубок. Что нам для этого требуется? Для этого нам требуется обратиться в канал нашей закупки, закупить три комплекта N670, докупить количество необходимых трубок, плюс одну от S750 трубку, и все заработает отлично. Ни лицензии, ничего больше не нужно. Проходит какое-то время, компания начинает расти, у нее появляется два региональных офиса, что у нас получается? У нас получается, так как эти офисы необходимо объединять, а офисов получается три, большой первый и два региональных. По техническим ограничениям наших интеграторов, нормально вполне получается использовать не виртуальный, а аппаратный интегратор. Как помните, он может использовать до четырех больших офисов, плюс дополнительно 20 маленьких офисов. Что у нас здесь есть? У нас здесь есть необходимость, те три наши N670, которые уже есть в компании, перенести в региональный офис, но это для удобства сделано, то есть их можно было теоретически оставить и в головном офисе, но для удобства понимания сделано таким образом, что мы их переносим все три в удаленный офис. Требуется закупка лицензии. Так как у нас управление идет микро-мульти-сотый, то требуется закупка лицензии N670 Debt Manager. Появляется второй региональный офис, он тоже маленький, он тоже требует покупки дополнительной трех модулей N670 и лицензии для его управления. И в головной офис требуется, если смотреть по информации в спецификации, 8 базовых станций, нет, в спецификации 9 базовых станций. Что это означает? То есть у нас спецификация теме на закупку. В головном офисе достаточно было 8 базовых станций для установки, а в спецификации 9 базовых станций 870, потому что один из модулей переводится в режим интегратора, аппаратного интегратора, вот он он. Он управляет Debt Manager, выделенным, объединенным с функционалом с базовой станцией, потому что в количестве, помните, да, ограничения, количестве меньше 10 базовых станций, есть возможность использовать Debt Manager в совмещенном режиме. И лицензия на управление аппаратного интегратора не требуется. То есть все, что вам нужно для работы этой системы, это три лицензии, лицензия полноценного Debt Manager Multi-Sella и две лицензии для управления N670 Debt Manager. Опять проходит какое-то время, компания растет, матереет, остаются два региональных офиса, появляется два региональных офиса 3 и 4 и склад. Головной офис подрос, региональные офисы подросли, тоже им уже недостаточно использования N670. Что получается? Начнем с головного офиса. Сюда мы просто докупаем необходимое количество базовых станций и переводим модуль Debt Manager в работу без функционала базовой станции. Понятно, почему. Нас стало больше 10. За счет чего у нас может быть экономия? За счет того, что аппаратный Debt Manager, который был, его уже недостаточно. У нас уже раз, два, три, четыре. Три мы можем использовать как маленький, как мини-микросоту? Не можем. Вот вроде бы можем, их всего три. Хватило бы аппаратного интеграта, а нет, не можем. Знаете почему? Потому что в региональном офисе 3 нам нужно 25 трубок. Я вот сам себя хотел обмануть, не удалось. Нам нужно 25 трубок. А если 25 трубок, это уже не мини-микросота, это уже полнофункциональная мультисота. Соответственно, у нас получается раз, два, три, четыре, пять больших филиалов, которые невозможно использовать в режиме мини-микро-мультисоты. Соответственно, у нас появляется необходимость в виртуальном интеграторе. Тогда у нас на лицензию виртуального интегратора, точнее, на использование виртуального интегратора требуется одна лицензия. На каждый из Debt Manager управляемых офисов требуется по одной лицензии. Сюда полнофункциональная мультисота, сюда, 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 сюда полнофункциональная мультисота. На склад достаточно использовать лицензии для управления 670 Debt Manager. Мы ее берем из того комплекта, то есть наша ценовая политика, наша политика продажи лицензии, она такая, что клиент докупает лицензии, мы их не выкупаем обратно, если вдруг компания выросла, ему не нужны 670 лицензии, а нужны 870, мы их не выкупаем, он их имеет возможность дальше использовать. То есть с предыдущего слайда, сейчас я вернусь сюда, с предыдущего слайда здесь у нас были раз большая лицензия, две маленькие лицензии на дект-менеджеры, соответственно, здесь у нас нужно докупить 4 лицензии, у нас 5 офисов, но мы докупаем 4 лицензии на полнофункциональные дект-менеджеры и не докупаем лицензии на управление дект-менеджером 670, потому что у нас их аж 2 еще осталось там, мы ее можем использовать в будущем под новый какой-то склад. И докупаем 3 лицензии на перевод 670, где они здесь, вот они, да, вот эти вот перевод 670 в полнофункциональный режим. Собственно говоря, по примеру это все, и на самом деле последний слайд для закрепления материала, также просто его можете повесить себе на стенку, на нем вроде бы, если я не ошибаюсь, приведены все лицензии, которые на данный момент у нас могут быть. С 670 лицензии не нужны, на мини-микросоту не нужны, но увеличение функциональности нужна только одна лицензия. На управление для того, чтобы работали сайты под управлением интеграторов, нужна лицензия соответствующая, то есть в данном случае N670 дект-менеджера. Здесь, если вы переводите 670 в полный функционал, то про это сразу забываете. Переводите в полный функционал 670, и вам нужна сразу полнофункциональная лицензия для управления дект-менеджерами. На интегратор аппаратной лицензия не нужна, на виртуальный интегратор лицензия вот такая вот требуется. Количество и ограничения сверху привел. То есть вот этот вот слайд в принципе как рабочий вариант, наверное, достаточно как шпаргалку использовать для работы. Собственно, вот такая вот небольшая презентация. Я надеюсь, она была полезна. Если нужно будет пояснить что-либо, я готов сейчас пояснить. Самое время задать вопросы в чате. Готов отвечать, коллеги. Покрытие 670 баз, как и 870 баз. Да, все верно. Это привязано не к названию базы, а к функциональности декта как такового. Адект, будь то 670, 870, Panasonic, Link, Grandstream или что бы то ни было, по своим параметрам стандарта распространяется на 300 метров по открытому пространству. Все уменьшения, все изменения в меньшую сторону связаны с материалами стен, а не с тем, какой вендор или какое оборудование используется. Почему не рассмотрены базы N720, Михаил? Отвечаю, потому что N720 базы несовместимы с семейством N870 и N670. N720 базы не работают под управлением виртуальных и аппаратных интеграторов.